Несколько дней назад на сайте Министерства образования и науки Украины появился рейтинг лучших 10 вузов Украины. Поводом и материалом для него стали результаты приемной комиссии 2017 года, которая, кстати говоря, еще не прошла. Ни один из одесских вузов в него не попал, что определенно настораживает, ведь наши учебные заведения всегда пользовались спросом. В приемной комиссии ОНО отмечают данные, которые были озвучены, неполные, ведь когда подача документов только началась, часть заявлений были аннулированы из-за сбоя системы. В данном случае как раз здесь связь была с тем, что какое-то время не работала сама система, ряд заявок было аннулировано. Может быть, это как раз был именно тот момент, когда и произошел вот такой вот сбой, что позволило говорить о не совсем корректном рейтинге нашего вуза. Но это ни в коем случае не является реальностью. В приемной комиссии ОНО заверяют, с набором все в порядке, абитуриентов, желающих стать студентами вуза, достаточно. Уже заявления подали более 9,5 тысяч человек. Каждый день на 42 специальности приемной комиссии приходится обрабатывать около тысячи заявлений. Мы думаем, что мы вполне выйдем на нашу цифру, которая подтверждается из года в год. Это где-то порядка 18-20 тысяч заявлений. И в общем-то все идет именно к тому, что это будет то количество заявлений, которое подтверждает, что специальности Советского национального университета пользуются спросом. Они все так же вызывают интерес. С трудностями столкнулись и абитуриенты. По их словам, электронная система просто не готова еще работать с таким количеством обращений. Как результат – нервы и состояние неопределенности. Проблема была в том, что ты подаешь заяву, и они сразу же удаляются через день. То есть и нужно подавать заново. Конечно, всех оповестили, но это все равно неприятный момент. Во-первых, то, что сайт вообще очень долго не грузил. И я несколько раз заходила, пыталась его загрузить, но не получалось. Во-вторых, много раз было такое, что даже не могла уменьшить размер фотографии и не могла ее загрузить. Она просто не загружалась. Но несмотря на это, ребята смогли подать документы на желаемые специальности и теперь ждут конца вступительной кампании, чтобы узнать, получат ли они желанное образование в одном из лучших университетов Украины.